сегодня мы не будем делать вот эти заходы я красиво или некрасиво не буду входить в кадр артём уже стоит у машины в отличие от вчерашней трековой тренировки сегодня я не дал ему возможности потренироваться перед тренировкой просто потому что я приехал на полчаса раньше и артём только дернулся но к сожалению сегодня все будет чистого листа и ты мне вчера по моему писал вот сапе гена зачем вообще нужен дрифт да друзья но что касается дрифтовой машины у которой вы ворот вот туда в забор до или на встречную полосу наверное большого смысла на первый взгляд как бы дрифтить на такой машине не имеет и гражданской практике не имеет никакого отношения с другой стороны если вы умеете контролируемо скользить на автомобиле мне кажется это всегда полезно для ну как минимум тех краев где зима рано или поздно наступает дороги леденеют или скажем дороге чем-то поливают и пятнами есть лед есть там реагенты есть асфальт есть еще что то и мы получаем просто очень серьезный микс то есть когда покрытие очень разное и в этом случае даже если вы строго соблюдаете по д д скоростной режим и так далее ну где туда можно попасть вот поэтому мне кажется все равно косвенно но польза какая то есть однако я бы хотел сегодня немножко из артёма сделать все-таки спортсмена дрифтера и рассказать опять же на примере тренировки с артёмом рассказать как я вижу становление дрифтера именно планомерно тренирующегося и готовящегося к заездам как-то так начнем и так я постараюсь сегодня также как и с трековой тренировкой дать тебе и нашим подписчикам пошаговую инструкцию как учиться дрифтить как учиться дрифтить по моей версии и первое обращение которое я бы хотел сделать это обращение к тем кому кажется что дрифт начинается с купленной фуры колес которую придется сжечь уже на первой тренировке можно абсолютно экономно ворваться в мир дрифта и начать скользить зимой ну либо как у нас на полигоне начать скользить на покрытие которое приблизительно как укатанный снег для шипованных дорожных колес и так сейчас ты разогреваешься и твоя задача просто поискать баланс автомобиля скольжение для этого пока задача управляем автомобилем используя только руль и газ то есть комбинирование руль газ ok а ты знаешь что мне нравится больше всего в этих занятиях тебе нужно заехать ворваться в круг сделать так сделать так на внешне это а как это делать никто не рассказал поэтому сейчас будет будет экспромт за ничего не рассказал у меня будет возможность отомстить неоднократно поедемте артем не забываем закрывать окошечки да и сейчас вас посетит легкая холодная баня температура воздуха в салоне обычно поднимается до пятидесяти шести градусов оба на и трактор ха 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 и так начинаем сначала по большому кругу максимально большой круг заднее колесо еле-еле касается внешней желтой линии да и стремимся ехать максимально быстро но в рамках желтой линии в рамках круга можно не рыть так землю или пластик а можно найти тот самый тяговый газ потому что что-то мне подсказывает что на этом покрытии создать облака тебе все равно не удастся сейчас ты сделаешь еще пару попыток точнее пару ошибок и потеряешь автомобиль и по всей видимости мне нужно будет тебе напомнить о том что дрифтовая тачка она содержит в себе не только две но и три педали вот и третьей педалью я как раз попрошу тебя начать пользоваться та самая педаль которая позволит тебе размыкать цепь между двигателем и ведущими колесами и убирать крутящий момент случае совсем уж за критического заноса артема давай-ка приезжай ко мне закончим заниматься вот этим вот пионерлагерем и сейчас серьезные штуки будут открываю окошечки дыши пока я буду тебя грузить информацией что-то пошло не так да очень скользко это 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 не снег это лед вот здесь газ как кнопка то есть именно на таком покрытии вроде как ты чуть-чуть нажимаешь ничего не происходит машина распрямляется чуть-чуть нажмешь как уже получаешь пинок под зад нужен в кат вот так вот сходу с асфальта ворваться вот если бы был мокрый асфальт было бы нормально либо сухой а вот вот здесь и конечно кондера нету кто там в любой японской автомобиле кондер в глаза течет под просто здесь закрыты окна кондера нет мега жарко я весь мокрый это тоже жутко отвлекать окей так друзья я напоминаю о том что дрифтовая тачка должна быть просто обязаны быть трехпедальной и педаль сцепления здесь нужно для того чтобы в критическом угле можно было убрать крутящий момент полностью задней оси ну и собственно говоря таким образом сработать на стабилизацию автомобиля поэтому сейчас пожалуйста и только пожалуйста не путай с клатч киком да то есть это не срывать это именно убирать момент то есть отпустил газ выжил сцепление опять вернуться в газ здесь очень важно понимать что функционал у газа здесь скажем так имеет две ступени ступень первая это импульсный газ то есть коротко нажать на газ если занос затухает и нужно опять сделать его побольше вот либо после того как мы этот газ подняли до вау дальше уйти в ровный газ ровную тягу или power sliding собственно говоря из чего по большому счету и состоит большая часть дрифта то есть свободное скольжение в дрифте она все равно как правило на постановке и она когда мы делаем бэквард когда мы делаем перекладку да в этот момент газа нет и мы делаем что-то красиво без газа все остальное время мы работаем под газом и я честно говоря сторонник той легенды а может быть даже реальной истории что дрифт по сути вышел из ралли ветеран ралли понял что молодежь интересуется движением боком на дороге общего пользования и на серпантинах они там катаются причем катаются по двое по трое вот и собственно говоря таким образом он возглавил это движение и будучи ветераном ралли то есть понимая как автомобиль движется физику процесса он собственно и скажем так придумал да это эту дисциплину дрифт она достаточно молодая но она на сегодняшний день самая популярная в мире я думаю и так сейчас мы с тобой переходим собственно к основной части тренировочного процесса для этого очень важно научиться удерживать автомобиль при переходах с держака на низкий держак и наоборот поэтому упражнение я его условно называю ипподром некоторые его называют страусиное яйцо или овал как угодно то есть есть один поворот есть другой поворот я специально тебе поставил по две фишки чтобы ты убедился в том что в дрифте поздний апекс тоже присутствует поздний апекс присутствует обычно это называется как там типа клипер point то есть клипер . который тоже нужно выполнить максимально приблизившись углом переднего бампера вот то есть наша задача сейчас мы едем овал то есть левый левый поворот через 2-3 минуты правый правый поворот у тебя появляется сложность в виде перехода с пластика на асфальт и обратно понятно да ну и наверное я все сказал пробуем поехали когда я вижу что ученик технически достаточно грамотен и прошарен я специально создаю на первом этапе такой небольшой дефицит информации потому что не хочется убить в ученике не что хорошее и не что наработанное и уже понимаемое им а хочется именно добавить ту информацию которая ему действительно нужна поэтому артем сейчас старается в режиме дефицита информации но сейчас я посмотрю как он работает какие ошибки он выполняет какие ошибки являются системными какие случайными и уже дальше мы пойдем работать на основе тех знаний которые у него есть этой практике и мы пойдем дальше пойдем выше будем развивать дальше его скилл смотри я сторонник идеи что хороший качественный дрифт это в первую очередь правильной комбинации руль газ поэтому заметь я сначала тебе сказал про руль газ это этап номер один то есть удержание автомобиля на скользком покрытие типа снег или лед на дорожных колесах повторяю не на каких там боевых шипах и так далее при помощи руль газ дальше мы к руль газ добавляем сцепление потому что сцепление позволяет нам работать уже с критическими углами и только когда у нас появляется какой-то результат работы с этими тремя органами управления мы добавляем четвертый который по мнению многих кажется самым главным в дрифте это ручник но повторюсь я ему отдаю должное только после того как мы уже сработали с рулем газом и сцеплением вот таким образом сейчас ручник ручником можешь подрабатывать если нужно сделать чуть больше угол если нужно автомобиль не знаю сносит переднюю ось и тебе нужно добавить срочно именно избытка да то есть заноса задней оси пожалуйста подожми немножко ручник ты в принципе это можешь делать даже не выжимая сцепление но работать нужно достаточно тонко вот как бы на кончиках пальцев вот да сейчас я тебе даю не знаю пять давай десять минут в которой я не сделаю тебе ни одного замечания я обещаю я все прям замок вот и сейчас поработай с автомобилем в том режиме ну используя все органы как ты считаешь нужным по и газе потеряя машину потупи прочувствуй автомобиль и прочувствуй что ты можешь получить от каждого органа управления попробуем я смотрю тебе жарковато тепло немножко до кондиционер можно включить немножко мощности мотор забрать я уже нашим подписчикам сказал что артем сейчас герой потому что он ездит на машине с закрытыми задраенными окнами и люком чтобы тебе было немножечко сейчас проще жить я расскажу почему ролисты после финиша в летних гонках они как правило сторонятся своих фанатов зрителей и так далее дело в том что за летний этап вот однодневную даже гонку ролист потеет ровно один раз но весь день весь день вот и для того чтобы не перегревался мотор приходится выкручивать печку на всю на горячую и весь горячий поток воздуха с моторного отсека идет в салон ты сидишь в салоне в двух или трехслойным пожаропрочным синтетическом кабинезоне из открытых частей тела только лицо печка дует на всю снаружи автомобиля мелкодисперсная пыль и окошечко открыть невозможно в этот момент температура в салоне ну это абсолютно нормально и это еще не на турбированном моторе может спокойно достигать 65 68 градусов вот я думаю что тебе стало немножко легче сейчас жить потому что сейчас лайтовые ну я думаю дай бог 48 50 градусов в салоне значит сейчас используя все органы управления мы приступаем уже к самой что у меня есть классической фигурки учебной фигурки которую дают и в токио и в штатах и в россии в том числе это знаменитая хваленая восьмерка и в моем случае это 8 эту восьмерку я называю 8 марта 8 марта это когда верхний кругляшочек маленький нижний кругляшочек большой ну как по принципу русской матрешки ты асфальт едешь малый круг а пластик едешь максимально большой круг максимально насколько тебе будет комфортно ok чем интересна восьмерка и почему я делаю такой акцент на восьмерке после упражнения овал потому что здесь у нас появляется перекладка абсолютно такая классическая дрифтовая тема даже не ралли на потому что врали из левого вправо мы все-таки power слайдим а в дрифте принято отпускать газ чтобы перекладка получилось красиво резко то есть появляется перекладка что в свою очередь приводит к тому что ты можешь всю эту фигуру дрифтить и более того не просто можешь а ее нужно дрифтить то есть ты нигде не должен потерять дрифт переложился дрифтишь направо переложился дрифтишь налево ну и вишенка на торте у тебя неравномерное покрытие опять этот переход да я верю в тебя сейчас как раз наступает момент когда все задачи которые я тебе тут наставил я хотел бы попробовать выполнить сам с твоим участием в качестве зрителя который будет вот как-то так и притушился нет все видишь поздно то есть надо было еще раньше гасится гасится по полной программе все отрулились все лишь я все вы же на выжатом сцепление сделал то здесь чисто комбинаторика такая легкая маленькая такая инерция и ты управляешь управляешь управлять нужно найти баланс сцепление тормоз чуть ручник много то видишь то есть как бы тачку не потерял нет потерял лишь ну уехал еще и фиг знает куда поэтому обязательно на скользком покрытие поработать на маленьком угле вот прям просто баланс просто сейчас руль-газ на первое упражнение руль-газ ничего больше спираль то есть ухожу меньше угол меньше угол больше чуть скорость до ухожу по спирали на большой радиус и вплоть до желтой линии но все по чесноку то есть от асфальта стараюсь не отталкиваться еду максимально близко то есть клипер зон до или там кизы волк ну и опять так же внутрь то же самое правый поворот дальше еду овал то есть твое второе упражнение овал выхожу 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 опять видишь все вот твоя задача то есть ты должен еще на асфальте упредиться чтобы поехать на пластик в состоянии уже все шепотно со стороны и вот с камеры до зрителя будет казаться очень легко вот здесь а на самом деле переход просто какой-то дьявольской вот тут катастрофически примерно представление получил по ну по ритмике действий да ну и естественно она у меня сейчас сильно холодная то есть я за пять минут вот что смог кто тебе сейчас показал ты должен через 15-20 минут поехать лучше и финальное из базовых упражнений это уже дрифт на круге асфальтовом то есть ставимся подрабатываем сцеплением если смущает угол и вплоть до того что можем попробовать выключить из работы частично передние колеса поставив их на пластик в этом случае конечно нужно только ловить баланс то есть упор на задние колеса и держать его вот это скажем так в моей программе дрифт про такой первый этап это завершающее упражнение то есть отработать круг в дрифте уверенно четко понимая что вовремя контуешь автомобиль то есть работаешь на угол можешь уменьшить увеличить угол и даже может частично выключить передние колеса из работы заехав внутрь пластика прямо огонь у меня все поэтому садись пожалуйста которого очень пугает вот тот трактор который там работает трактор тебя пугал потому что ты сейчас будучи пассажиром глазел по сторонам я вот только сейчас обратил внимание что там работает трактор у нас на площадке и мы сейчас в дрифте его проезжали да то есть вот там и был но я просто смотрю всегда на дорогу потому что в общем то я никогда не отличался дикой отвагой поэтому по сторонам смотреть я просто знаю еще пора ли это всегда стрёмно страшно это лишняя информация которой абсолютно не нужно забивать себе голову нужно смотреть вперед и гнать к финишу